Привет, Лёшка на проводе. Многие волнуются, есть ли какие-то последствия для них, если они будут завозить товар через Беларусь, через таможню в Беларуси. Это вопрос на самом деле простенький, но требует некого пояснения. По поводу таможенной очистки Беларуси, там реально проходит таможенная очистка. Реально создаётся декларажка, реально платятся платежи, может быть не так много, как они платятся в России, может быть что-то там недоплачивается, но декларация существует, она называется ГТД Республики Беларусь. Она приблизительно выглядит, как и российская декларация, вот в принципе её вид. Эта декларация существует на любой товар, который мы везём. В этой декларации ваш товар указан именно так, как он указывается вами в той самой табличке, которую я вам высылаю для заполнения. Это важно, кстати, я уже много раз говорил заполнять табличку правильно, потому что на основании этой информации мы составляем, декларируем тот товар, который попадает в декларацию в таможенную. После этого в таможенной декларации, в принципе, ваш товар точно есть. Есть это целая машина ваша, то, соответственно, в этой декларации только ваш товар. Есть это сборка, то в декларации, соответственно, большое количество товаров, реально большое количество товаров. Номер декларации мы вам выдаём по просьбе. Никакого секрета здесь нет. В принципе, российская таможня может проверить, что в этой декларации указано и указан ли ваш товар. Вот там будет указано именно то, что вы указали в табличке. Соответственно, ваш товар там будет на 100%. Мы сейчас декларируем 100% товара. Второе. Номер декларации, ещё раз повторяю, указывается у вас в проформе при купле-продаже этого товара. Смысл вообще глобально заключается в том, что вы покупаете товар у российской компании. Вы не занимаетесь завозом товара и таможенным оформлением. Вы покупаете уже товар, который для внутреннего употребления у российской фирмы, которая в свою очередь покупает этот товар в Белоруссии, у белорусской фирмы. Соответственно, в принципе, для таможни это внутренняя покупка, внутренняя продажа. Причём во всех документах будет фигурирует номер декларации. Соответственно, вот создаётся такая цепочка покупателей-продавцов от белорусской компании-импортера до, соответственно, вашей компании. Таможня обычно не имеет и не будет иметь никаких претензий к вам по поводу таможенного оформления этого товара. Единственная проблема, которая может возникнуть у вас, это не тарифка. Например, как я уже говорил, вы возите белорусскую обувь, которая завезена импортером белорусским в Беларусь, вы возите её с Белоруссии в Россию. Эта обувь должна иметь маркировку по российским законам, хотя по белорусским законам она маркировку иметь не обязана. Соответственно, вы обязаны официально сделать маркировку до ввоза с территории Белоруссии на территорию России. Это не тарифка фактически. То же самое троис, то же самое сертификаты, это уже вопрос к вам. Как вы это будете продавать и не придут ли вам с такими претензиями? Но что ещё раз повторю. По таможенным вопросам со стороны российской таможни, со стороны российского постконтроля никаких претензий к вам быть не должно. Потому что товар на территорию Евразийского Союза ввезён официально по декларации, в декларации этот товар указан. Ну вот в принципе и вся ситуация у вас перед глазами. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!